Здравствуйте дорогие друзья, с вами Виктор Быстов, владелец сайта поискбыстро.ру Сегодня вашему вниманию предлагается фрагмент выступления на семинаре для работников службы безопасности. Вопросы обсуждаемые там показались мне актуальными и сегодня, и не только для работников службы безопасности, но и для любых пользователей интернета. Это поиск людей в интернете, это горячие клавиши интернета, расширенный поиск Яндекс и расширенный поиск Google. Ролик не короткий, более чем 30-минутный, но я думаю он будет полезным. За два дня написать книгу, вот что вам интересно, чем вы хотите, про что хотите сайт, это вот в ноябре. Я использовал, чтобы было раньше уже готово, собрал в кучу ручок. Вот смотрите, что послужило толчком, да. Когда вот в Америке наших 10 нелегалов взяли, потом в июле было интервью бывшей сотрудницы ЦРУ. Вот тут есть ссылка, мы сейчас можем войти и будет там на английском языке говорить. Но тут цитата на русском языке о том, что, так, если бы они пользовались гуглом, то есть они такую информацию поставили, которую в гугле можно было найти, там пары кайры, вот видите. То, что они передавали российским сотрудникам, можно было найти в поисковой системе Google, сделав пару кликов. Они приложили столько усилий, которые абсолютно не оправдали себя. Ну, тут есть ссылка, если вы сомневаетесь, можно будет зайти. И далее, поэтому я вот описываю, почему полезно уметь искать. Книга посвящена человеку. Почему человеку? Потому что, ну, 75% примерно информации ищутся в отношении человека. Там поменьше уже телефон, фирма и так далее. А тут вот рассказывают. Значит, это вот блок-схема, да. Исходные данные, что ищем, где ищем, вот тут какие сайты. Правда, на момент написания книги они были, сейчас эти сайты некоторые могут уже не работать. Интернет такая вещь, что, по-моему, вот русинфо уже можно не ходить, уже не работает. Ну, посмотрите. Так, вот тут тоже Яндекс.Гугл. Какие запросы составлять. И тут внизу соцсети. То же самое. В принципе, я в повседневной деятельности даже эту табличку использую. Надо кого-то искать, беру ее так и по шагам. Пример поиска. Вот, какие сайты, да. Номер Орг, но это номер Орг. Может быть, даже стоит его отдельно вам сейчас показать. Сайт довольно-таки древний, но помогает. Значит, там есть база ГИБДД. Но данные, конечно, наверное, 2006 годом заканчиваются. Более свежих нет. Есть база ГИБДД вот тут вот. И есть телефонный справочник по городам. Смотрите, но мы там больше Москву смотрим. Если вашего региона нет, то нажимаете Москва, к примеру. И там уже просто в поисковые эти вводите, кого ищите, фамилии. И потом просто найти и так далее. Также можно там по автомобилям искать. Ну, этот у вас, значит, ресурсы перечислены. То есть вы попробуете. Вот и база Орг очень хороший ресурс. Чем хорош? Там ищешь человека по фамилии, имени, отчеству. По адресу можно. И по дате рождения. Допустим, ну, правда, для Москвы актуальный. Вы знаете день рождения человека и хотите его найти. И имя, допустим, да? Набрали имя и день рождения. И все, кто в базе есть, он вам выдал. Если будет очень много, допустим, 600 человек с такими данными, он скажет, ну, введи еще что-нибудь там. Фамилию, или отчество, или улицу. Телефонная книга, people.com, это уже социальные сети. Это тоже социальные сети. Был один ресурс хороший. Он давал, ну, сейчас, по-моему, его прикрыли. Он давал даже сделки по недвижимости. Понимаете? Ну, я думаю, что контролирующие органы тоже эти сайты мониторят и постепенно прикрывают. Поэтому тут надо экспериментировать. Так, вот, смотрите, тут написано, какие составляют запросы, да? Фамилия, имя, отчество. И важно вот эти все плюсики и кавычки соблюдать. То есть, если вам надо очень быстро минимум найти, попробуйте сразу просто фамилию, отчество, в кавычках. Не нашелся результат. Имя, отчество, фамилию, в кавычках. Не нашлось дальше. Имя, пробел, плюсик, фамилия, в кавычках. Потом, если опять ничего нету, без кавычек, плюсик, имя, пробел, плюсик, фамилия. И так далее. Все, как вот здесь вот описано, делаете. Самая, самая большая, большая тут фишка, наверное, изюминка. Ну, тут написано, где искать. То есть, это все на разных сайтах нужно делать. Но в зависимости от ваших потребностей. Когда надо подробно человека изучать и искать, то приходится по всем сайтам проходить. А бывает, когда минимальные данные получили там что-то на первом ресурсе и достаточно. Вот эти запросы. Сложные запросы для Яндекса. Вообще, про язык запросов Яндекса у меня на сайте будут видеоуроки. В последующем. Как это все пошагово. По ним по пять минут там сначала такой-то оператор изучения, потом такой-то. Если вы будете подписаны и будете это повторять, то я убежден, что вы это тоже все легко освоите. Но тут я для целей книги сразу готовый запрос. Выписал. Вот видите. Вот если вы вот в таком виде себя протестируете, как вот тут написано, фамилия, имя, отчество, там все в таком порядке. И запустите в Яндексе. Ну, в Гугле немножко другие операторы. Там вместо этих палочек надо другие символы писать. Вы просто узнаете, что у вас есть в интернете. Всем рекомендую, как бы на начальном этапе. Потому что я уже на перерыве показывал фотографию 2004 года. Моя на сайте, там на одном, где мне говорили, надо представить фотографию. До сих пор хранится. Она там будет вечно храниться. Вообще, интернет такая штука, что, что размещено в интернете, оно потом никуда не девается. Даже если владелец потом удалит. Это потом все можно найти. В США есть сайт, я еще, наверное, видео урок подготовлю про архив интернета. Есть сайт, где можно посмотреть, что было на каком-то сайте в какой-то день, определенный с момента возникновения ресурса. Вот РБК, есть такой Росбизнес Консалтинг, для интереса я на днях смотрел. Они создались в 97 году. Вот я для интереса тестировал сайт, посмотрел. Заходишь, и действительно, вот на тот день страничка, что было на сайте, как вот это самое. Попробовал год назад взять там, еще Муаммар Каддафи был жив, там его фотографии, статья там и так далее. То есть, бывает полезно, когда, особенно владелец, если удалил информацию, а вам нужно найти какие-то следы, доказательства, что там было это. Но это касается не всех сайтов, конечно. Сейчас в российском интернете около 6 миллионов сайтов, и, конечно, вот эти, которые ежедневно возникают, типа вот этого поиска быстро.ру и так далее, там еще нету, вот в этом архиве, в американском. Но в кэше, кэше это как бы такая память гугла. Кэше уже есть. Даже если я чего-то сейчас удалю с сайта, будете искать через кэш гугла, там это удаленное все равно будет показывать. Как это делать, сейчас чуть позже я вам покажу. Так, ну и когда книгу я эту написал, отзывы там были людей, я их тоже разместил. Так, и после этого, после того, как книгу я написал, люди все-таки писали мне, а как же все-таки искать, да? Вот тут все написано, я говорю, ну как, как написано, так и делайте. Но все равно непонятно. Поэтому на эту тему подготовлен видеоурок, он у вас на диске есть. То есть, как вот по фамилии, имени, отчеству, я там на своем примере прям показываю. Поэтому, если вы возьмете на примере себя, то все протестируете и поймете, что это не сложно. Так, с диском мы закончили. Далее переходим к горячим клавишам. Так, это вы уже посмотрели, да? Больше всего я вам рекомендую, контроль F, поиск на странице. Это хоть в документах, хоть в интернете. Потому что нужно какую-то быстренько найти информацию. Если документ большой, вы набрали контроль F, в окошке ввели слово, и все, и вы сразу попадете на ту строчку. Контроль C, копирование, вставка, ну это посмотрите. Контроль Z, отмена действий. Например, что-то вы сделали, надо отменить. Набираете контроль Z, идет откат назад. Выделение всего документа, контроль A, ну и так далее. Остальное, в принципе, не так часто требуется, но можете это учитывать. Так, и то, что я сейчас вам расскажу про горячие клавиши интернета, тоже, видимо, они написаны. Я в видеоуроке отразил только те, которые для всех браузеров. Для Internet Explorer, для Opera и для Chrome работают. А некоторые только для Internet Explorer. Я сейчас вам покажу первоисточник. И тут я оставил для примера только приложение из этой книги, где как раз про список быстрых клавиш. Далее разделы просто вел вот такими отдельными кнопочками. Вот адреса, да, раздел. Тут вставил из книги картинку. Так, ну вот, вот адреса. То есть это уже горячие клавиши для интернета. Если вы хотите войти на какой-то сайт, который оканчивается на ком, ком, да, не ру, а ком, то есть очень удобное вот сочетание клавиш, контроль, enter. Вы просто название сайта вводите, и контроль, enter, остальное компьютер сам добавит. Пример, ну, к примеру, футбол. Нажимаем контроль, enter, видите, добавились ввв, добавились в ком. То есть, если вы знаете, что сайт на ком, его центральную часть набираете, и контроль, enter. Дальше компьютер сам загрузится в сайт. Адресная строка, F6, ну, это для Internet Explorer. То есть нажали F6, попадете в адресную строку. Список ресурсов, F4, тоже для Internet Explorer. Журнал История. Контроль H. Это для всех ресурсов. Если вы нажмете контроль H, то в левой стороне появится у вас список ресурсов, которые вы посещали. Сегодня, вчера, за месяц и так далее. Не только вы, да, допустим, кто-то из работников. Если зашли в компьютер, нажали в браузере контроль H, и будет видно, на какие сайты ходили. Если, конечно, он не очистил историю. Так, это про адреса сайтов. Просмотр веб-страниц. Скроллинг. Скроллинг это перемещение. То есть можно просто мышкой там двигать, можно тут курсором. Но тут вот есть, оказывается, такие сочетания, которые ускоряют этот. Ну, это вот первый случай. Просто мышкой двигаем. Второй. Space. Space это клавиша пробела. Нажимаете, когда вы на какой-то странице в интернете, Space нажали, улетает сразу на страницу ниже. И так можно до конца. Если хотите вверх, Shift Space. Будет возврат тоже через страницу. Page Down и Page Up, это вверх страницу вниз, это понятно, клавиши не для этого. В начало и в конец Home и End, это клавиши тоже сразу в конец начала страницы. Вот это интересная функция, она в видеоуроке есть, изменение размера шрифта. То есть вы хотите быстро, вот у вас есть сайт, покрупнее посмотреть. Ну, плохо видите там, еще какая-то причина. Нажимаете клавишу Контроль и колесиком мышки от себя крутите, страница будет увеличиваться. Так, если хотите наоборот уменьшить, чтобы вас сжалость, то Контроль и мышку на себя крутить. Так, ну, поиск на странице, вот тоже поиск текста на отображаемой странице, Контроль F. То есть на любом сайте тоже, хотите быстренько найти, Контроль F, вводите, что хочешь, хотите найти, и найдете. Бывает очень полезно, потому что страницы бывают очень объемные. Переход по ссылкам. Открытие в новом окне, Shift, Enter, тоже только для Internet Explorer работает. Назад. Вот эти назад-вперед, они для всех пригодятся, ресурсов. Если вы на много сайтов ходили, допустим, там один посмотрели, потом на другой перешли, на третий, и чтобы не прыгать по разным окнам, у вас все в одном окне, да, они, просто нажимаете Alt, Alt и стрелки влево и вправо. Если влево, то вы будете возвращаться к предыдущему. Если вправо, то вперед как бы. Понятно, да? Это может пригодиться. Ну, стоп. Это не актуально. Обновить. F5 клавиша. Вот это бывает актуально, когда интернет, если очень, не очень быстрый, загружаешься, страница не грузится, не грузится, ты ждешь, ждешь, а ее все нету. И рекомендуют обновлять. Там вверху есть значок такой, обновить. Но это не всегда удобно бывает. Вот клавиша F5, она удобнее. Просто, вот смотрите, вот обновить в опере, это вот этот значок. Если вы его нажмете, то страничка будет обновляться, снова загружать. То же самое можно сделать, нажав F5. Я думаю, это вам пригодится. Так, еще есть клавиша хорошая, но F11. Если вы на каком-то сайте и хотите, чтобы он был весь, большим на весь экран, без вот этих менюшек, чтобы весь сайт, был во весь экран. F11 нажимаете, и у вас весь сайт будет во весь экран. Хотите вернуться назад, опять F11, он вернется с реквизитами. Еще, что полезно, избранное. Ну, избранное, это у нас в браузерах, здесь есть вот такие закладки. История, избранное, а вот закладки, или избранные, или закладки. Это те ресурсы, которые часто посещаешь, чтобы каждый раз адреса не вводить, можно добавить в закладку, и потом быстро просто входить. Вот создать закладку страницы, контроль D, видите, вот это и есть горячая клавиша. То есть на каком-то ресурсе вы есть, хотите, чтобы он добавился в закладки, нажимаете контроль D, ОК, и у вас будет тогда ресурс памяти. Чем удобно? В этих закладках можно настроить, сделать папки, которые вам чаще нужны. Допустим, у нас там есть папка единичка, или контроль, и туда ресурсы, которые с утра приходим и сразу просматриваем. Заходишь, все ресурсы открываешь, быстренько, не надо грузить сайты и так далее. Еще порекомендую вот вам такую штучку. Вот смотрите, видите панель, да? Тут на наоборот у нас просто изначально установлены эти сайты. Вы тут можете настроить эти сайты, которые вам чаще всего нужны. Допустим, зашли на сайт FOOTBOL.COM, хотите, чтобы он у вас вот там был на панели, чтобы к нему можно было быстро заходить. Вы просто вот здесь есть плюсик, нажимаете плюсик, вот этот сайт выбираете FOOTBOL.COM и нажимаете ОК. И у вас теперь этот FOOTBOL.COM будет вот здесь вот. Даже при следующей загрузке компьютера вы вошли, у вас FOOTBOL.COM тут. И не надо будет вам каждый раз в строке в адресной набирать название. Я вам это рекомендую для часто посещаемых сайтов настроек. в видеоуроках вы увидите, там я на домашнем компьютере записываю, там у меня экран весь в этих картинках. Сначала там вот тут новости, потом там сети, допустим, что-то еще. То есть, каждый настраивает под себя, кому как удобнее. Неограничено. Раньше они ограничивали то 15, 25, ну, то есть, 4 на 16, потом. А сейчас, по-моему, уже просто листаешь, оно просто придется двигать потом. Очень удобно. контроль D я вам сказал. Контроль E это только для интернет-эксплорера. Упорядочить избранный. Контроль B, то есть, вы входите в режим, как вот эти папки там двигать, выше, ниже, какие сайты, выкладки, в какую папку. Это посмотрите. И прочее. Ну, здесь две функции. Печать. Допустим, хотите вы быстренько то, что у вас на экране, распечатать. Вот, зашли на сайт, хотите распечатать. Можно входить в меню, файл, печать, там, и так далее. Можно просто нажать, контроль P, и появится та же панель с принтером, где нажимаешь просто ОК, и пошла печать. Иногда, как бы, в условиях дефицита времени помогает. Так, и полноэкранный режим, вот про него тут написано, F11. Я сейчас не буду экспериментировать, потому что у меня F11 выключается запись. Так, по горячим клавишам понятно, да? Видео урок на сайте есть, посмотрите. Если вы какие-то возьмете на вооружение, то вам будет хорошим подспорьем. Расширенный поиск. Основные поисковики у нас в России больше используются Яндекс. В мире, в Европе, Google, но в России тоже широко используются. Ну, Америку, Yahoo, Bing не будем брать, нам не актуально. Но я думаю, что Google все-таки самый эффективный, поисковик, и, наверное, со временем он Яндекс обходит. Значит, что тут полезного особенно есть? Расширенный поиск. Потом, я перейду к презентации, там будет тоже про это подробнее. этот футбол. Вот Яндекс. Если вы здесь просто наберете, да, какую-то фразу, ну, давайте там сегодня. Причем, видите, вы начинаете набирать запрос, а внизу идут подсказки, которые, значит, наиболее часто люди набирали, и чтобы не дальше набирать, если что-то у вас из этого интересует, вы просто стрелочкой перемещаетесь и выбираете то, что вас интересует. Ну, давайте футбольник «Спартак Москва». И окей. И уже пошел поиск по этому параметру. Значит, вот Яндекс сейчас нам выдаст, посмотрите, 11 миллионов ответов. Ну, продемонстрируем за одну кавычки. Что такое кавычки? Значит, сейчас будут выдаваться только документы, в которых эта фраза есть вот неизменная. Футбольный клуб Москва. То есть, четыре слова, но единственное, окончания могут меняться, падежи. Вот смотрите, футбольный клуб «Спартак Москва». Вот был 11 миллионов, уже 50 тысяч от лета. Чтобы было неизменяемо по падежам, перед каждым словом ставим восклицательный знак. То есть, мы хотим чисто найти документы с фразами «Футбольный клуб «Спартак Москва». Вот там был 11 миллионов, сейчас 50 тысяч, 49 тысяч. Все равно много, да? Так что, много. но далее, далее, да? Еще есть такой прием усечения. Вот если вы видите, что у вас много результатов, то по одному слову убирайте, которые не актуальны. Ну, давайте, наверное, тут слово «Москва» уберем, посмотрим, что получится. Еще больше получится. «Спартака» «Воять» 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 «Контроль Z» «Восстанавливаются странички». Ясно. Так, я вообще-то хотел вам показать возможности расширенного поиска. раньше у Яндекса расширенный поиск сразу было видно, где эта кнопочка. Сейчас она появляется только когда что-то наберешь в запросе. Вот здесь появляется расширенный поиск. Видите? Если в пустой строке, то не будет. Поэтому что-нибудь наберите там, а потом идите в расширенный поиск. Чем он хороший, расширенный поиск? То есть, смотрите, я ищу «Спартак» «Москва». Можно указать сайт, на какого вы ищете, чтобы не все результаты, а только с определенного сайта. Можно регион. Выбрали свой регион и что в вашем регионе про это пишут. Дальше. Слова где угодно в заголовке можно выбирать. Употребление в тексте в любой форме, точно так, как в запросе можно сказать. Язык любой или русский. Дата обновления. Вот это мы часто используем, когда не хотим, чтобы старые результаты нам выдавало. Но тут видите, или любая, или последние две недели. В гугле есть 24 часа. То есть, там выбираешь. Последний час. Возможно, да. То есть, вот тут можно выбирать, какой период. Да, там даже сейчас по минутам пишут. А вот здесь вот формат. Это вот формат документов. Помните, я говорю, что фотографию нашли. Вот HTML это веб-страница. Если вы хотите, чтобы вам выдавались результаты только из интернет-чета, в формате интернет-страниц, выбираете вот этот вот. Если PDF, вот PDF. Если RTF, RTF, вот DOC. То есть, вы выбираете, какой формат. Но только за один раз можно один выбрать. Вот, допустим, мы хотим найти PDF. И после этого нажимаете найти. И сейчас будут выдачи только документы в формате PDF, где есть Спартак Москва. У них, у этих документов, вот здесь такой значок, PDF. Чем вам может пригодиться расширенный поиск. Если вы будете искать только документы от Excel или DOC, то там вы найдете документы, можете в отношении заказчиков, допустим, набрали в поисковой строке заказчика и DOC. И вам выдаст, что есть в интернете, какие документы заказчика в открытом доступе. Excel очень много, можете про свое предприятие набирать. Я сейчас не буду, потому что он записывается, а так потом можно показать. Значит, пример, есть такой эксперт по поиску в интернете, по конкурентной разведке, Масалович Андрей Игоревич. Он нам показывал, как искать конфиденциальные документы. И он находил конфиденциальные документы Пентагона в интернете в открытом доступе. Потом, просто зная, какие грифы там за рубежом, набирает и вот ищет. МВД для служебного пользования. Но потом выяснилось, что гриф уже снят, а документы в интернете остаются и так далее. То есть, все это можно искать и использовать. В принципе, мы в прошлом году тоже тестировали, находили и по нашей компании такие документы. Но нам сказали, что это уже не конфиденциальные, это все нормально. Поэтому, вы можете в своей работе использовать. Запомните, что вот тут формат имеет очень большое значение. Презентации. Допустим, вы на какую-то тему там чего-то готовите, выбрали ППТ формат. Сейчас выдаст все презентации со словом «Атак Москва». Если я сейчас наберу там поиск в интернете и презентации, выйдет куча презентаций поиска в интернете. Поэтому, кому будет недостаточно нашего сегодняшнего занятия и будет время, таким способом можете сами все находить и искать. Вот видите, презентацию, да? Ну, иноязычных очень много. Так, про расширенный поиск Яндекс поговорили. Теперь давайте расширенный поиск Google тоже посмотрим. Так, тоже здесь. Ну, давайте поиск, раз, заговорил. Так, вот вы выдались все сайты, какие на эту тему упоминаются, но у Google эта кнопочка спрятана внизу вот здесь вот расширенный поиск. Я не знаю, почему они так сделали. Раньше это было все вверху. Вот, нажимаете расширенный поиск и также уже можете дополнительные словосочетания вводить сюда, если надо. Какие-то слова, допустим, знаете, вот что такое-то должно быть словом, что они еще такое-то, фамилию там или еще чего-то. Так, ну, здесь актуально, что бывает. Страна любая, понятно, да. Вот дата обновления. Но, имейте в виду, вот последние 24 часа минимальные у них есть. Вот, если сейчас я возьму, нажму последние 24 часа, только сайты, которые обновились в последние 24 часа, вы потом нажимаете кнопочку найти, вот видите, поиск в интернете, и тут выдача будет только за 24 часа. То есть, то, что раньше, его не будет. Так, ну, тут можно слева смотреть, за все время, за час, там, и так далее. Но, хочу предупредить, что полагаться на это на 100% не надо. Почему? Вот мы иногда находим, вот, за час новость, что-то такое, надо обязательно проверять. это не значит, что эта новость в последний час появилась. А на сайте какое-то изменение внесли, даже в его коде где-нибудь там, какую-то закорючку, и уже он идет как обновленный. Но новостей новых нету, а сайт обновленный выдается за последний час. Иногда приходится долго искать, а что ж там нового? А нового может быть ничего. И эксперты рекомендуют вот в гугле смотреть не за 24 часа оптимально, а за неделю. Потому что если на 24 часа будет смотреть, может что-то еще не успеть войти, а за неделю как бы уже гарантировано. Еще интересная особенность. Мы вот говорим, что в интернете можно найти все или почти все. Но оказывается, данные позднее, чем два месяца уже поискать будет сложновато. То есть они тоже отодвигают их подальше. Поэтому имейте ввиду, что гугл и яндекс оптимально искать данные за последние два месяца. А потом, что раньше уже может что-то выпасть. Оно будет, но надо будет уже искать специализированные методы. Затем я в сегодняшнем выступлении не буду рассказывать про невидимый интернет, но подробно хочу, чтобы вы просто знали, что вот этот интернет, который мы видим, он составляет 10-15%. Это тот интернет, который видят поисковые системы. Остальные 85-90% это невидимый интернет, так называемый невидимый. В нем поиск тоже можно осуществлять, но уже специализированными ресурсами, способами и так далее. Мы тоже немножко этим занимаемся. Там можно и базы данных найти и так далее. специфический прием поэтому я это вам для того чтобы вы знали, что вот это все интернет это 10-15%. Так, по расширенному поиску продолжаем. Так, что тут может еще пригодиться? Так, про дату поговорили, про сайт домен. Вот этим очень часто я в частности пользуюсь и вам рекомендую. и в книге написано там социальные сети ищите человека. Набрали фамилию и вот здесь написали там вконтакте точка ру и вам выдаст все, что есть по этой фамилии на этом сайте или там одноклассники или ну любой сайт понятно, вот это очень полезная опция. Расположение слов ну это я редко честно говоря использую. Безопасный поиск ну это касается если для детей настраиваете интернет дома то вот тут можно настроить чтобы различные эти взрослые ресурсы не выдавались там порно сайты и так далее. сложность текста но это уже тоже сложновато я и сам этим не часто пользуюсь просто знаю что есть вот формат файлов вот это да в расширенном поиске в Яндексе помните формат файлов вот тут тоже самое выбираете какой формат ну у Гугла немножко побольше форматов PDF также некоторые я даже не знаю о чем вот Google планета земля это со спутников то что есть предложение Google может там город набрали Google планета земля вот выбрали и вам только те документы будут так формат файлов посмотрели есть еще такая возможность как права на использование какой лицензии в коммерческих целях и так далее ясно да главное чтобы вы сегодня получили представление о расширенном поиске то есть такая возможность очень помогает если вам понравился ролик то оставляйте свои комментарии нажимайте на кнопочку нравится делитесь своими друзьями а я вас приглашаю на свой сайт поиск быстро.ru на котором очень много информации о быстром поиске в интернете там же можно подписаться на рассылку секреты быстрого поиска за 5 минут большое спасибо за внимание до новых встреч